всем ребят привет я выбрался на очередной коп на старое местечко выбросал я снова с юрцом юрец больше у меня пока сегодня не нашлось товарищи которые могли бы выбраться со мной на коп погода у нас ужасная тучи тучи везде кругом слева справа везде итак ребята решили мы с юрцом здесь один фундамент нашли а еще видно основание красного кирпича кладки но к сожалению кладку у нас имеется здесь бетон но все же у юрца пару монет уже советики вот у меня советик был но я решил заснять вот такую монету я не знаю что это за монета сзади у нас имеется орел я сначала подумал деньга может быть деньга но рисунок какой-то непонятный не могу разобрать что это за такая монета после тщательной чистки только можно определить мне кажется все же деньга но у деньги немножко формат где написано минал другое он как-то вдавленный а здесь он не вдавлены и венцы как вы видите совсем другие не поймут что за монеты а с другой стороны видно орла орел такой старенький не ожидал конечно этом фундаменте поднять царскую монету ну ладно задел есть у нас продолжаем и так ребята у меня очередная находка выкопал вот такую монету судя по всему это у нас пять копеек год 1930 со старым гербом немножко я чувствую что имеется деформация немножко помята такая монета юрца тоже находки есть буду показывать чуть позже либо когда на перекур или на чай пойдем тоже буду показывать периодичностью его находки на доклада продолжаем итак юрец что-то ругается у меня находка выпала очень интересная монета ты я не знаю чуть за монета такая 1930 года здесь вот такой смотрите орел то ли немец какой-то то ли чё вот такая вот монета а с другой стороны голова мужика какого-то наверное австро венгур сейчас я немножко смотрю что это такое не знаю не знаю но видно что у здесь вот она походу нас медная но вот такую монету я в первый раз а вы копаю у нас таких монет не встречается в районе в регионе классно спрашивать у вас что это за монета смысла нет потому что я обязательно домой приеду и узнаю об этом первый ну а так классно зачетная монета ладно ладно продолжаем так ребята у меня очередная находка и находка радует глаз тем что это у нас царская монета николай второй судя по всему 1 2 копейки не частая находка конечно 1800 1895 года здесь вот мыши мыши он смотрите задрали уже наверное я не знаю 6 6 наверное уже страшно как ты копаешь и они тут у меня попадаются ладно продолжаем и так ребята меня юрец позвал на совещание совещание вот какого рода выпал него монета и монета очень хорошая ценная как вы видите сохранчик отменный а год смотрите какой итак ребят перед монтажом видеосюжета я решил посмотреть стоимость данной монеты и месяц назад эта монета стоила 10 тысяч рублей но но из-за такого большого количества выкопанных монетов самарской области данная монета обесценилась практически вдвое и сейчас она стоит всего-навсего 5000 рублей да да это у нас раритет 1925 года сохранчик бодрый вообще бодрый не знаю как у нас тут еще серп куда указывает на полюс или за него ну а так в среднем эта монета по каталогу числится 8000 рублей чего неплохо юрец съездил зачетно зачетно моему поздравления ладно продолжаем итак ребята наконец то у меня действительно сенсация такую штуку поднял смотрите какая здоровая ай 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 какая шайба обалдеть пока не знаю чуть такое со всех сторон высая более ну судя по всему наверно какая-нибудь масонская потому что высы сейчас немножко я почищу у меня есть мыло с вода и посмотрим что это такое но монета смотрите такая здоровая на три пальца классная сейчас мы посмотрим что это такое не ожидал не ожидал ладно продолжаем сейчас вернусь к этой монете почищу вам покажу так ребята у вас наверно раздирает любопытство по поводу большой монете вот я его почистил это у нас 10 копеек масонские вот видно номинал ну так-то затертая монета но 1837 года 10 копеек масонские классно это наверно все таки находит является закладным закладным потому что нахожусь я вот в углу дома в углу дома и вот здесь вот в районе наверное первого венца я как раз его и поднял возможно это и есть является закладная монета вот такая зачетная зачетная можно меня поздравить улов меня радует большая монета огромная итак ребят хочу вам показать монету поближе это 10 копеек 1836 года это 10 копеек николая первого и для сравнения хочу вам сказать что эта монета весом 45 грамм и в диаметре 42 миллиметра для сравнения хочу привести ее именно с 10 рублевой нашей ходячкой смотрите насколько эта монета больше просто огонь это самая большая монета российской империи она больше даже катиного пятака так что вот такие приятные бывают находки в шурфе ладно продолжаем смотрим интересно что-нибудь у нас будет юрец у нас вон тоже котлованчик роет тоже так же вдоль шурфа вдоль фундамента фигачит и у него тоже находки там весьма-весьма интересные а так ладно продолжаем итак продолжаем нашурфить всю свою же яму я уже начал закапывать ее то есть дохожу до целины и за собой присыпаю оба прибор что у меня прибор что от и про просто-напросто с ума сходят здесь звенят визжат я не знаю аномалия какая-то но все равно мои зубы стиснув копаем сигналы вот выпал у меня вот такой вот крестик обычный нательный мужской крестик восемнадцатый девятнадцатый век кончик немножко обломан больно большая коррозия на нем сзади молитва честному кресту вот такая зачетная вещица у меня выпала он отправляется ко всем находкам продолжаем ну так ребята юрец просто-напросто набрел на клондайк у него монета за монетой причем рассыпухами по три по пять штук блин нарыл правда советики но все же находки катушка как вы видите у него снайперка вот и он высасывает из земли все так у меня находка вот такого плана это у нас пятачок вот такой вот радует то что у меня монеты большого размера попадаются хотя и копеек я тоже наковырял полно я их вам не показываю так монета тридцать первого года наверное да монетка у нас тридцать первый год вот сохранчик бодренький будет ладно забираем забираем и складываем ее в основную кучу вот такая вот уже куча у меня образовалась монет вот так вот ну ладно продолжаем так ребята это стоит заснять снова был хороший четкий сигнал наверное первый же венец тоже так же примерно хотя до самого фундика вот он проходит еще наверное полметра и вот отсюда выпал у меня вот такой вот смотрите что опять огромная монета жалко к сожалению он затертый его кто-то наверное наждачкой обработал то есть ничего хорошего из этой монеты не выйдет так как обычный цвет мет ну как вы видите имеется сзади орел довольно таки неплохо сохранился год год тысяча восемьсот какой то не знаю вот но это снова десять копеек масонские здесь как вы видите полностью уничтожен но вот так вот орел у нас бодренько по-моему тоже тридцать седьмой год забираем конечно же забираем и продолжаем бить этот фундик смотрим интересно явно еще и что-нибудь выпадет так ребята засниму я юрца в работе как работает профессионал вот так вот он пином шебуршит по железу не жалеет приборы ничего ради своего любимого хранский прибор чем любимого дела хреначит от души вот здесь вот на этом пятачке он неплохо рассыпух поднял неплохо вот видите как он делал сначала выкапывает проверяет потом снова и выкидывает я немножко по-другому работаю ну хотя что мне профессионала учить по любому и так нормально вон видите какой фундамент бетонный а находки здесь масонские очень странно разброс здесь монет ну меня радует такой разброс классно ладно за дело за дело и так у меня монета видел я монету вот она монета так что у нас за монета ну это у нас копейка царская вот такой на ней зеленый налет очень сильный но факт есть факт это у нас царь вот я вам не скажу потому что очень большой налет ну я думаю будет после чистки сохранить неплохой ну а так ладно продолжаем так и так ребят сместился я в другой уголок юрец что-то ругается жопами толкаемся я короче убежал оттуда и решил здесь вот немножко расчистил очень много красного кирпича повыкидывал и у меня находка вот такого плана на выброшенной земле у меня двушка две копейки тысячи восемьсот девяносто восьмой что ли да две копейки тысячи восемьсот девяносто восьмого года сохранчик вроде более-менее пойдет вот такая вот монета хорошо отправляется остальным там юрец знак победы ну ладно будем побеждать так ребята вот так освобождаем фундамент у меня находка выкопал я уже смотрел это у меня царь ай царь одна копейка вот такая вот год к сожалению наверное не скажу хотя скажу 1909 по моему 1909 копал я здесь был какой-то пыль такая знаете фиолетовая и оказывается пыль фиолетовая у нас была вот наверное чернильница вот крышечка чернильницы поднял я еще несколько монет я их уже как бы не снимаю чтобы время не терять время у нас уже подходит к своему завершению вот а поднял я вот такое количество монет копеечки которое вообще не снимал вот так вот а так ладно продолжаем 20 копеек щитовичок 32 года ладно смотрим итак ребята юрец сдался пошел переодеваться в принципе время уже подходит к своему завершению и напоследок у меня выпала монета я думаю что это царская монета вот так вот размеров сказать ничего про нее не могу но по размеру и толщине наверно павел первый или же царица полей двушечка а так я сказать ничего не могу шурф я не закончил вот думаю в следующий раз приеду подкопаю доделаю свое начатое дело и уже наверно засыплю здесь вот я уже начал как вы видите засыпать за собой то что уже до маяков дошел и уже начал засыпать ну и здесь вот у меня еще наверное пол шурфа осталось на ходу в принципе предостаточно отчет я буду делать и вы все увидите что очередной шурф у меня получился удачно в принципе у меня все шурфы неплохо получаются ну вот так вот ладно ждите обзора и так ребят решил еще вам заснять вот такие вот тюбики ну в принципе тюбики как тюбики вот такие цветные стекляшечки зачетные это вообще какая-то не знаю игровая что ли девчачья какая-нибудь игрушка была вот вот такой вот штукой я пользуюсь то есть в одной у меня жидкое мыло в другой вода сбрызнул водой мылом намылил потом смываешь и можно различить что за монеты ну а так ладно видео обзор будет покажу все и так ребята все мы закончили решили солнышко у нас уже вон садится за горизонт и решили закончить все-таки с нашим шурфом но это не конец я так думаю как-нибудь я еще приеду на этот шурф и закончим ну по находкам получилось у нас шурфа неплохо в данном случае это находки у нас юрца вот такой поломанный крестик пуговка орлянка конинка в общем не буду все перечислять остановлюсь свое внимание только на тех вещах которые довольно таки симпатичны любопытны и интересны вот такой тюбик с какой-то жидкостью непонятный но это у нас ранние советы не знаю жидкость какая-то белого цвета типа клея какого-то непонятно или мыло и внутри у нас имеется пробка вот по монетам у него получилось вот так вот я считаю что неплохо работал у него АТПРО с катушечкой снайперкой вот такое количество копеечек у него в принципе предостаточно 9 копеечек 9 копеечек нужно их почистить возможно может быть какой-нибудь еще рарик выплывет как например вот этот остановлю свое внимание на нем как вы видите смотрите какой год 1925 год сохранчик вроде бы как неплохой вот так что зачетно единственная вещь нужно будет еще приглядеться куда показывает серп на северном полюсе на северном полюсе немножко должно быть смещено то он он будет вообще зачетно двушечка у него такая вот двадцать четвертого года тоже неплохая для домового сохрана то есть зачетно ну и двадцатки у него двадцатки такое количество трешки ну в принципе неплохо я думаю пошуфнул не зря он выехал вот самое главное вот можно было вот эту монету выкопать и уезжаем и уезжать домой по каталогу она числится как восемь тысяч рублей вот такие вот пироги ладно сейчас вернусь к своим находкам и будем собираться ждем итак ребята теперь я буду закрывать свой видеокоп своими находками находки у меня в принципе тоже неплохие с юрцом с двадцати пяти годовалым копеечкой не сравнится но все же вот такие вот у меня целые тюбики вот такие вот зачетные причем все разные вот в этой микстурке микстура еще была по шмурдичку у меня тоже пуговка орлянка крестик и пробитая монетка я даже не разглядел что это но я понял что это монета так начну я пожалуй делаю с маленьких маленьких у меня вот такое количество копеечек раз два три четыре пять шесть семь в общем много много копеечек у меня вот такая вот у меня тоже копеечка когда выкопал практически выкопал в одном и том же месте где юрец поднял двадцать пятый год я уж думал ахнул но к сожалению это у нас 1924 года тоже сохранчик бодрый так потом у меня большое количество двушек идет вот они двушечки здесь у нас червончики пятнашки здесь у нас трешки двадцатки двадцатки здесь у нас разные и имеются щитовички и рамочники вот пятачки тоже есть пятачки и шестьдесят первого года и ранние пятачки тридцатого года тридцать первого года вот такое количество царей у меня сегодня это у нас получается так три шесть девять царей очень хороший результат считаю я по шурфу самые главные зачетные находки у меня вот эти вот два два орла это у меня масончики два огромных пятака ой червонца десять копеек масонские один тысяча восемьсот тридцать седьмого другой у нас тридцать шестого года вот такие вот у нас червонцы большие затем у меня такая вот последняя находка была суда по всему я не знаю что это нужно чистить но по размеру это наверное павел первый возможно но это мои предположения вот такая вот двушечка а нет это не двушечка я так и не разобрал что это за монета ну возможно это у нас деньга вот год к сожалению не могу сказать но орел очень любопытный очень странный очень большое количество перьев на нем возможно это еще и перечекан ну не знаю после чистки можно определить но для деньги она конечно очень странная в деньге центральная часть очень вмята штемпель затем вот такая двушка 1898 года 2 копеечки тоже царские Николай второй одна вторая наверное копейки 1895 года и вот такая зачетная монета не знаю что это за монета такая это у нас может быть австро-венгры возможно 1930 года тоже любопытная монета у меня уже в коллекции большое количество иноземных монет и вот в данном случае еще одна появилась монетка ну ладно ладно на этом я закончу свой коп всем кому понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал кто не подписался делитесь моим видео с друзьями с коллегами буду очень признателен так что все удачи и почаще выходите на коп ну и находок вам хороших сигналов по катушку пока ley или того сколько 틀 ну Продолжение следует...